Вспоминаю сейчас первый выход мой на сцену, вот эту сцену историческую. Мне переполняли разные чувства. На этой сцене творили замечательные артисты, замечательные певцы. Иван Семенович Козловский, Сергей Аклевич Лемешев. Владимир Атлантов. Я говорю как тенор, поскольку для меня это близко. И когда в спектакле на меня надевали костюм, где был написан Атлантов, или Нелли, для меня это было настолько волнительно и, ой, я не знаю, как волшебно, что ли. Просто вот хотелось, я не ходил по сцене, я по ней летал. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ К сожалению, я в силу своего возраста не слышал в живую исполнение «Пиковой дамы» Зурапа Ивановича Анджапаридзе, я слышал только записи. Это мой любимый Герман, такой глубокий и наполненный очень красками голос. Исполняя эту партию, я стараюсь быть правдивым на сцене, как Зурапа Ивановича Анджапаридзе. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для меня, наверное, наиболее яркие моменты в театре, ну, мне кажется, они все были очень насыщенные, все спектакли и встречи с хореографами были очень яркими. Но особенно я бы очень хотела отметить, конечно же, эту встречу здесь с Екатериной Сергеевной Максимовой и Сладеем Викторовичем Васильевым, которому мне очень много дали. Какую-то уверенность в себе, что я могу не просто выходить на сцену, но и вести спектакли. Это была колоссальная работа над балетом «Жизель» в редакции Васильева. Я очень дорожу этими моментами. Когда я начала репетировать «Жизель» с Екатериной Сергеевной, я только выпустилась из балетной академии нашей, мне было 18 лет, я не танцевала ни одного еще спектакля. Мне безумно нравится, как Екатерина Сергеевна показывала. Я в чем-то хотела ее скопировать, да, но это было настолько естественное желание, не от того, что мне не хотелось быть, да, Екатерины Сергеевны, как-то изобразить это. Мне нравилось очень, как она это показывает. Я настолько была влюблена просто в нее, как в балерину. Она все время была мамой, она говорила, давай я сейчас вот, я буду твоей мамой, мы сейчас все это сделаем. То есть настолько репетиции проходили тепло. Мне казалось, действительно, она моя мама, вот мы в зале все это. То есть как будто это по-настоящему, не просто такой вот, да, репетационный процесс. Она всегда рассказывала, что они работали очень много, что она репетировала с Владимиром Викторовичем очень много. Но когда она показывала, не просто видно, что она отрабатывала это движение, она всегда чувствовала просто от кончика пальцев вот все. То есть это кисть не просто, да, вот там, кисть, да, или рука. То есть каждый палец, каждый... Но она это не выделывала. Это настолько было естественно, натурально. И гармонично все. И поэтому достаточно было того, что просто вот она покажет рукой в классе, в зале, да, как надо. И ты смотришь, и все, ты понимаешь, что слов даже уже не надо. КОНЕЦ Катерина Сергеевна танцевала гениально. Конечно же, я рядом с ней всегда чувствую какое-то волнение, такую радость, да, и расстраивалась, когда что-то не получалось, потому что хотела сделать как можно лучше, чтобы ее порадовать. Первый выход на сцену. Я очень переживала, чтобы не подвести Катерину Сергеевну, Владимиру Викторовичу. Я понимала, что все поверили в меня. Я должна была прожить этот спектакль в настоящем на сцене как балерина в свои 18 лет. Невозможно поверить в это счастье. Наконец это сбылось. И я вот нахожусь в этом здании, в новом историческом здании Большого театра после деставрации. Это такое чудо. Мы, мне кажется, пока еще не осознаем. Это действительно чудо. Это такой подарок нам. Это настоящий императорский театр. Это роскошь, это богатство. Действительно красиво, роскошно. Я вообще считаю себя везунчиком, потому что мне посчастливило в своей жизни открывать и новую сцену в 2003 году Большого театра, а теперь вот еще и историческую. Когда я вспоминаю первые мои выступления на исторической сцене еще до реставрации, я до сих пор думаю, боже мой, неужели мне посчастливилось выступать с такими гигантами оперной сцены, как Елена Васильевна Образцова, как Нина Терентьева, как Галина Борисова. Всякий раз, когда переступали порог уже сцены, это волнение, я думаю, боже мой, кто-нибудь ущипнет меня, неужели это со мной происходит? КОНЕЦ Одним из самых ярчайших событий в моей жизни это был тот день, когда я узнала о том, что меня приняли в оперную труппу Большого театра. Счастья моему не было предела. Главный голос, который за меня голосовал по приеме в Большой театр, в труппу, это была Елена Константина Архипова. Не каждому певцу за его творческую карьеру удастся спеть с таким огромным количеством певцов, выдающихся мастеров оперной сцены, как мне повезло. ПЕСНЯ 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 Первые мысли о большом театре у меня еще возникли в детстве, когда я занимался балетом, когда я попал в Московскую академию. ПЕСНЯ 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 Слава счастье и одежды развеяй. Так сложилась моя судьба, что я пришла в Большой театр, когда эту сцену закрыли на реконструкцию. Мы немножечко порепетировали на верхней сцене театра, и потом закрыли уже окончательно, и мы переместились на новую сцену. Так что это был какой-то такой щадящий вход в Большой театр, может быть, через новую сцену. И мы не преседу, но не преседу, но не преседу. Я уже знала, что спектакль Турандотов, в котором я участвую, будет перенесен на основную сцену, и, значит, лю я буду петь именно здесь. Это волнующе, это прекрасно, и я этого очень жду. На будущий год будет 60 лет, как я вступила на эту сцену. Радости и счастья, и слезы. Всему это была сцена-свидетельница. Первое выступление на сцене Большого театра, первый спектакль «Золушка», в котором я участвовала, я помню, Раечка Стричкова танцевала этот спектакль. Меня вводила в этот спектакль, она бегала по кулисам, искала, правильно ли я выхожу, правильно ли я слушаю музыку, чтобы начать вариацию. Она стояла за кулисами, считала. В общем, такую заботу мы видели постоянно. Я не могу не вспомнить Марину Тимофеевну Симону, которая стала моим педагогом, и я ей обязана практически всей творческой жизнью, которую я провела в театре. Каждое ее замечание, каждое слово – это были ценности, которые невозможно забыть. Мне очень повезло. Партнеров было в то время очень много. Были такие небольшие, маленькие миниатюры, такие, как вот видение розы. Почему я хочу вспомнить этот спектакль? Потому что столкнулась с Марисом Лепой. Мы вместе с ним делали этот спектакль. Помню, я даже его посмотрела руку, говорит, смотри, покажи мне твои руки, они такие удобные, ты меня держишь, я чувствую, как будто я лечу. Всегда знала, что на сцене, даже если я где-то моргну глазом случайно, он поймет, и он тут же сыграет, обыграет то чувство, которое я в этот момент чувствую. Даже так вот не видится, я совсем маленькая девочка, только пришедшая в сад, и я танцую девушку-птицу, тоже партию, которую танцует Майя Плесецкая. Вот мы приходим на репетицию, я смотрю на ее дивные совершенно руки, которыми она как птица начинает делать то, что ей балетминистр говорит. И я вот помню, как я, не отрывая глаз, пыталась как-то понять и почувствовать ее отношение к этой партии. Не то, что зависть какую-то, наоборот, какое-то очень отношение было, какого-то восхищения и какого-то желания перенять, не копировать, но поучиться хотя бы у наших старших замечательных балерин и танцовщиков. Мне очень повезло, потому что, придя в Большой театр, я попал в руки таких мастеров, как Николай Романович Семачев, как Николай Борисович Фадеевичев. В прошлом блистательные танцовщики и невероятно успешные педагоги-репетиторы. Я прекрасно помню балет Сельфида, который впервые был сделан на сцене в Большом театре. Мы никогда не сталкивались с мелкой техникой. Приходилось делать огромное количество реле-В для того, чтобы стопа стала более крепкой и более выносливой. Я прекрасно помню, как Марина Теофеевна Семенова, которая пришла впервые на эту репетицию, она так очень серьезно смотрела и говорила своим девочкам, смотри, говорит, ему тяжело, но, по-моему, ему это нравится. Я очень хорошо это запомнил. Такие спектакли остаются в памяти на всю жизнь. КОНЕЦ В день открытия театра хочется вспомнить, как я сюда пришла студенткой третьего курса консерватории. Меня приняли в театр, и я спела здесь в первый раз в жизни в театре, в Большом театре, спела партию Марины Мишек в опере Борис Годунов-Мусоргского. Когда мне было 25 лет, я здесь спела «Пиковую даму» первый раз в жизни. Мамочка, которая сидела в зале, меня не узнала, сказала, что вот, моя дуточка, наверное, испугалась и не стала петь. Потом, значит, она только по голосу меня узнала. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Помню, что это был мой экзамен на артистку. Так бы я сказала, потому что в моей сцене графини, когда она уже молчит и только смотрит в зал, когда приходит Герман, турап, Анджа Пориза, и умоляет меня открыть тайну трех карт, в паузе он, хватая меня за коленкой, говорил, как бы я хотел иметь такую бабушку. И мне нельзя было рассмеяться, надо было оставаться в форме. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Те шесть лет, которые прошли без этой прекрасной сцены, это была большая боль каждому, который пел на этой сцене. И наконец она открывается, наконец это будет счастье, вернуться обратно. Я даже согласилась участвовать в опере Руслану Людмилу, в опере, где совсем маленькая партия наины, но мне так хотелось опять вступить на бой на эту сцену, опять увидеть громадную пасть кита, вот то, что мы видим со сцены, этот громадный зал, и броситься в эту пучину, так как я бросилась 48 лет тому назад. Самое яркое впечатление о Большом театре, это, конечно, из детства, когда я была совсем маленькой, я училась в Московской государственной академии хореографии, и концерты училища проходили здесь, на основной сцене, для маленьких детей, которым было по 9-10 лет, это, конечно, были потрясающие впечатления. Мне было 9 лет, я танцевала русский танец, я была солисткой, я не очень любила балет, честно, я не очень хотела заниматься балетом, это было, наверное, желание больше моих родителей, но когда я вышла на эту сцену, увидела зрителей, которые аплодируют, я, наверное, вот это ощущение пронесу через всю жизнь. Я, например, вспоминаю московский конкурс артистов балета, который проходил на новой сцене, но у меня так совпало, что мне приходилось выступать на московском конкурсе, а вечером бежать сюда в театр на выступление после каждого тура. Я станцевала здесь предзинаминование, солистку «Трести счастья», это моя первая была сольная партия, которая станцевала такая крупная на этой сцене. И перебегая оттуда с конкурса сюда, я здесь ответственность чувствовала гораздо больше, хотя конкурс от тебя вытягивает, а ты нервничаешь. Мне, конечно, приятно, что кто-то меня сравнивает с Ольгой Васильевной Лепешинской, потому что когда смотришь ее записи, особенно Дон Кихот, хочется подпрыгнуть и начинать самой вертеться, крутиться, потому что это какая-то невероятная просто энергия. Жалко, что я, конечно, этого никогда не увижу вживую, чтобы получить вот этот адреналин и эмоции. Мне кажется, это очень здорово, потому что я тоже стараюсь в своем танце действительно в том же Дон Кихоте нести вот эту сумасшедшую энергию, не сдерживать себя. Мне кажется, это какая-то отличительная черта все-таки московской школы. Открытая эмоциональность, когда мы не стесняемся выражать свои эмоции, мы выходим, то мы выходим, снося практически все на самом деле. Самое яркое впечатление о большом театре у меня, пожалуй, было в то время, когда я был маленьким. Было это больше 60 лет, по-моему, тому назад, и впервые, когда я шел в хореографическое училище, проходя площадь с фонтаном мимо большого театра, я смотрел на это удивительное здание и думал, что неужели я когда-нибудь смогу туда войти и посмотреть изнутри этот храм, который доминировал на этой удивительно красивой площади. с тех пор прошло огромное количество лет, но я и сейчас, когда я прохожу мимо, я каждый раз думаю, Боже мой, какое же счастье выпало мне и тем людям, которые стали жрецами этого храма. когда сюда попало, а уж потом, когда я стал актером тем более, почувствовал, что здесь совершенно какая-то удивительная атмосфера, в которой что-то такое происходит невидимое. Вот весь воздух, все кулуары театра были напитаны очевидно теми людьми, которые оставили здесь свою смерть. заканчивался спектакль. Темнота на сцене, одна дежурная лампочка на этой огромной сцене и никого. И он погружался в сон. Этот огромный, огромный храм. Но каждый раз меня извело ощущение, что невидимые какие-то вот эти призраки, они меня все время сопровождают. И они были добрыми. я не боялся, а наоборот мне очень нравилось. Тени разбросаны от этого количества огромного декораций, которые стояли прислоненными к стенам. От них какие-то шли. И эта маленькая тусклая лампочка. И вот эта вот маленькая лампочка в этом великом пространстве, она рождала какое-то удивительное совершенно чувство. Я не могу даже объяснить, что это такое, но это прекрасно было. Большой театр, он красив, он обновлен, он сверкает сейчас по золотой. А вот то, что будет происходить на этой огромной сцене, действительно самой большой. Из всех сцен, которые я сдам, мне бы хотелось, чтобы вот то, что будет происходить на сцене, соответствовало его внешнему облику. Что оно было так же красиво, чтобы оно тоже радовало и наши души, и наши глаза. Ощущение вот этой великой семьи, мне кажется, оно у меня осталось, мы беспокоились о славе, о честье, о достоинстве нашего великого театра, которому мы отдаем жизнь. Вот это мне хотелось, чтобы это все пришло, и чтобы новые поколения, которые приходили, точно так же воспринимали это святое место. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ о